На рабочей конференции с губернатором присутствовали представители всех средств массовой информации Рязани. Первые вопросы, которые журналисты задавали Олегу Ковалеву, были связаны с чередой громких отставок. В первую очередь губернатор прокомментировал уход главы Рязанской администрации Виталий Артемова. Я должен сказать, что с приходом Виталия Евгеньевича все-таки в городе начало многое меняться. Понятно, что многие вещи делались и через колено, многие вещи делались через изменение даже внутреннего понимания проблемы и так далее. Но многое начало меняться в лучшую сторону. Все-таки 4 года на этой должности, я думаю, Виталий Евгеньевич где-то накопилась в нем какая-то внутренняя усталость, потому что вот это его решение было для меня неожиданным. Я поздно вечером возвращался из Москвы, мне позвонили, сказали, вот так и так лежит заявление. Я просто удивился даже. Но он реально, видимо, оценил свои возможности, сказалась какая-то усталость и так далее. Что касается, я думаю, тоже Виталий Евгеньевич будет востребован. Он высокий профессионал в жилищно-коммунальном хозяйстве и надо отдать должное. Я сегодня мало вижу таких равных ему по профессиональному знанию вопроса. Поэтому я думаю, что Виталий Евгеньевич будет востребован. Также губернатор пояснил ситуацию с заявлением о сложении должностных полномочий теперь уже экс-главы администрации Рязанского района Виктора Пронькина. Я публично предложил ему написать заявление и уйти в отставку. Причина – это перевод на индивидуальное отопление жилых домов в Мурмино. Деньги были выделены. Работа была необоснованно затянута. Глава администрации фактически самоустранился от работы с людьми, потому что людям надо рассказать, что дает им перевод на автономное теплоснабжение. В чем они сэкономят. К сожалению, глава администрации этого не сделал. Но это находится в его обязанностях, прямых обязанностях, которые стекают из закона о местном самоуправлении, из уставов соответствующих и так далее. Поэтому здесь, естественно, после публичного предложения у меня состоялась с ним встреча, я сказал, что если вы сами не уйдете, я буду вынужден тогда идти по закону. И он понял свою ошибку, написал заявление и уволился. Несмотря на все пертурбации и кадровые перестановки, по словам губернатора, никаких структурных изменений в работу правительства вноситься не будет. Я считаю, что сейчас структура правительства наиболее эффективна, по крайней мере, в какой-то период времени. И на сегодняшний день я не вижу необходимости менять саму структуру правительства. Она сгармонизирована с федеральным уровнем, с федеральным правительством. Она у нас сгармонизирована с институтами законодательными, то есть с областной думой, комитеты. Вот эти связки все сделаны. Поэтому я сегодня не вижу необходимости реформировать само правительство. В связи с недавним визитом в наш регион главы Минкультуры Владимира Мединского, Олегу Ковалеву поступало много вопросов, касающихся культурной стороны Рязанской области. — Владимиру Мединскому был представлен проект музейного центра, который в скором времени планируется построить в Рязани. Как он оценил, собственно, проект и на какие сроки вы сейчас ориентируетесь? Спасибо. — Ой, музейный центр — это моя боль душевная. Ведь решение о том, что строить, было принято года три или четыре назад, наверное. И все никак не могли в Большом Министерстве культуры, извините, разродиться. Значит, сейчас что я могу сказать, что проект разработан. Проект прошел, как бы вот как архитектурная и конструктивная часть, прошел экспертизу в Саратове. Ну, в специальном бюро экспертиз. Значит, сейчас завершается экспертиза сметной стоимости. Вот, поэтому проект очень хороший, он очень будет хорошо у нас в центре там смотреться. Он закроет это здание в стиле, в таком советском, построенном в советском стиле, где Центробанк находится. И, значит, мы договорились с Владимиром Ростиславовичем, что будем ускорять начало строительства. Сейчас, как только из экспертизы выходят, они должны сразу же приступать к строительству. Также глава области озвучил планы на ближайшее будущее. В Рязани планируется целый комплекс крупных и важных для региона проектов. Уже в этом году приступят к строительству развязки в районе Михайловского шоссе на южном обходе вокруг Рязани. И в перспективе строительство развязки в районе примыкания Куйбышевской шоссе к южному обходу. Значит, сама реконструкция южного обхода, это позволит транзитному транспорту быстро проскакивать город, потому что, по сути, в черте города. Проскакивать город, и это и экологическая ситуация от этого будет лучше, и социальное самочувствие водителей будет лучше, так сказать. Да и горожанам будет легче. Во время двухчасовой конференции губернатор ввел открытый разговор с журналистами. Ответил на все интересующие их вопросы, касающиеся социальных аспектов нашего региона.